Добрых суток, товарищи коммунары! С вами передача «Уголок нагибатора». Меня давно просили выложить пару моих боёв на Паттоне, на Чафе, которые, как известно, просто адски нагибают. Некоторые ноют, что не нагибается, что сосётся хуйцо в сторонке. Но мы-то с вами знаем, что всё зависит не от брони и не от пушки, а от наших прямых рук. Собственно, обычный бой совершенно. Немало тупняка в самом начале и немало лакерных моментов. В принципе, ничего особенного тут нет. Почему именно этот бой? Этот бой потому, что в команде попалась пару не оленей, пару адекватных игроков, за что им большое спасибо, почаще бы они были со мной. Бой интересен тем, что благодаря координации в рендаме это явление буквально очень редкое. Благодаря этому мы затянули бой. И хотелось бы отметить, что у противника тоже было два игрока на ПТ. Вы видите, это Т-28, Т-95. И они тоже в конце боя пытались нам сопротивляться. Ну, понятно, что у них ничего не получилось, потому что Киркоров. Так, собственно, в начале боя тут ничего интересного не происходит. Я ускоряю. Я до этого как раз поставил улучшенные текстуры с рака форума официального. И пытаюсь в настройках копаться, там что-то копаюсь, настраиваю. В общем, страдаю хуйней. Мы это все перематываем, перематываем. Собственно, поэтому было в бою пару фейлов по стрельбе. Никак не мог привыкнуть к маркеру, к новому. И к более насыщенным тонам текстур. Собственно, что я тут делаю, ребята? Тут я выпасываю лохов. Вот попадаю в сорок четверку, которая забрала слова. Это, конечно, явный фейл наших оленеводов возле ущелья. Потому что в начале боя к той точке надо один раз вылезти и просмотреть, кто туда подбирается. А потом нужно сидеть возле бункера. Естественно, чтобы не проебать арту. Тут рашит какие-то уебки. Я устреляю. Не пробиваю недо тапка. То есть низкий порог пробиваемости, плюс наклон. Видите, что ничего особенного не случилось. Никаких волшебных бортов, волшебных уйней и прочих заговоров разработчиков. Все объяснимо. Так, тут я понимаю, что тут ловить нечего. Дорчить в кустах нет смысла. Надо помогать пацанам в ущелье. Еду помогать. Еду еще быстрее помогать. Шумахер тихо завидует в сторонке, как я еду быстро. Вот СУ-100 отъезжает. Мы еще с ней встретимся. Это один из тех грамотных игроков, благодаря которому удалось зарешать бой. Казалось бы, СУ-100, да? Хуйня полная. Но в этом бою она реально помогла. Ну, тут наши олени сливаются. Собственно, благодаря своей башне, благодаря главноклона, пытаюсь тренироваться, не попадаю. Благодаря главноклона паттен и нагибает. Можно вот в таких вот ситуациях, я считаю, это одна из таких идеальных ситуаций, в которых паттен может просто тянуть бой. Ну, вы сами видите, что два тяжа боятся выехать. Понятно, что боятся не настолько меня, сколько арты, но на гуслю поставить их могу я. Арта молодец. Арта гиви тащит. Гиви тащит бой. А я пытаюсь тут убить мелочи. Ёбаный ВБР. Гуслю попал. На пенёк сел. Косарь не поищу. КВ-13 ушёл. И спеть с ним. Так, ещё 2-44-ки и тапок. ИС-4 какого-то хуй сливается, хотя ему стоило просто подрачивать писку сзади и делать вид, что на фиг на раз. Но он решил слиться. Ну и хуй с ним. Так. 2-44-ки и тапок. Надо вот это убить. Но я в ЛД не попадаю, попадаю в ЛД. И не пробитие по таким наклонам, само собой. Арта. Арта красавчик. Просто хочу замедлить, сказать, что Сусто и ГВЕ это 2 игрока, с которым я тут повезло. С которым я затянул бойц. Обратите внимание, Сусто обошла сзади тапкой и начинает его агрить. Собственно, что тут делать? Тапок, естественно, немножко баклан. Ну, мы агрим. Сусто, два, раз. Надо Сусто быстрее спасать, чтобы он не убил ее. Все, Сусто спасли. Сусто молодец, базар 0. Это именно про скил. Или, если даже не про скилл, то просто обычная нормальная игра. И человеческое взаимопонимание, взаимопомощь товарищам. Так, собственно, что тут надо делать? У них СТ, две ПТ. Вот они тусуются на пятачке, как у ебаны. Тут фланг открытый. Мы никуда не едем особо. Нам надо просто подъехать под ближайший камешек, так под холм. Вот он, этот холм. Ммм, курсора нет. И подсветить арту. ГВЕ нагибает жестоко. Просто красавчик. Клан-лидеры, имейте в виду. Пацана надо себе взять. Да, он не кланит. Вот. Пацан идет на воина. И воина я ему и хотел дать. Так, вот тут где-то уже должна быть арта. Мы едем, мы не агримся на эту хуйню. Мы, нам надо вслед за камень и подсветить арту. А вот и арта. Раз, два. Ну, мы стреляем в ту, которая меньше хп, потому что это... Ваншот. Тут каждая секунда дорога. Не надо рисковать. Тем более, что ГВ, хп редкая сучка. Это я сам знаю, на ней катался. Глючок, если видели, это просто редкий ВБР. Мог бы и не попасть. И тут начинается за крыша фейлы. Например, вот. Гуф был какого-то хуя. ВБР. А сейчас будет мега фейл, от которого я просто сам охуел. Ну, вот сейчас допустим. Ох. И улетел. Хуй узнаю, когда он улетел. Блять. Да, я был немного в шоке. Ёбаный бред. Это был бред. Ну, или мои кривые руки. Собственно, пять фрагов у меня. Пять у Гиви. Лакерный еще один момент. Опять попали по гусле. Мне дамага не носли. Собственно, и тут я подъезжаю к кустам, пытаюсь просветить. Но нихуя. Потому что кусты двойные. Сосухуйцов тут в этом плане. Так. Сейчас тут вот сзади меня едет СУ-100. Пытается. Вот она подсветила Т-95 и умерла. Да. Что тут надо сделать? Тут надо аккуратненько подождать, пока она переедет. Она уже двигается, насколько я вижу. И так привыкать всех. Коров. Так. Ругается СУ-100. Опять же, обращаю ваше внимание. Адекватная арта. Пишет ждите. То есть пацан понимает, что делает. Все отлично. Так, я пишу Е-50, чтобы он фугасом стрельнул. Но этот ебаный линевод. Ничего не может. Собственно, до конца боя он и будет дырчить на той точке. Вместо того, чтобы просто хотя бы затаранить Т-28 несчастным. Я ему пишу вот в чате. Практически уже мануал составляю. Нагиб в бою. Там, нажмите такую-то кнопочку. Получите результат. Но ничего. Пытаюсь еще подсветить ее. Может быть она переехала. Но нет, она где-то там дрочит. Может, скорее всего, за этим холмом. Небольшим. Арта переезжает, как видите. Мы немножко промотаем этот куст одрочерства. Это неинтересно. Бла-бла-бла. Вся хуйня. Так, вот я еду. Да, еду-еду-еду-еду. Выглядываю. Собственно, решил поехать. Не попадаю. Мой фейл. Надо чуть-чуть было лучше прицелиться. Меня стреляют. Опять же, мне повезло. Но тут оказывается, что Т-95 не топовая, а стоковая. То есть она скорострельная, хоть и менее дамажная. Это плохо. Это плохо. Ждем арту. Арта уже почти приехала. Немножко ускорим. О, Е-50. Наконец-то созрел. Как-то уебашить вторую ПТ. Наконец-то дорос до этого. Ну, оттуда он не уедет. Это, видимо, такой жестокий, мимикрирующий самец. Претендует название уеба на первой степени. Ну, да хрен с ним. Больше мы к нему не вернемся. Вот ПТ. Она пытается как-то зафокусить оба направления. Она понимает, что Е-50 там и она убила ПТ. Она же не знает, что там оленебод за рулем. Собственно, я еду к ней. Не понятно, почему не еду. Не еду я тут. А, я тут ее развести хотел. Немножко ускорим. Вот тут, смотрите, так. Получается, из-за кустов. Разводим. Она стреливается. И мы начинаем газовать. То есть у нас есть там буквально, ну, сколько, ну, секунд. 6-7, наверное, от следующего залпа. Не знаю, что делать. Вот сейчас, что сейчас делает Т-95. Она что, не видела меня? Я могла бы уже заранее доворачивать. Ну, скорость поворота у нее, в принципе, более-менее. Так что она успеет. Вот она у меня. Т-95 просто любительница гусли, я вижу. Тут мой фейл. Надо было лучше прицелиться. И ебнуть по гусли. Но это, в принципе, уже значения не имеет. Мы обходим эту ПТ. И открываем. Вот такой вот бой. Такой бой случается раз на сто, наверное. Арта стреляет, но экраны спасают. Получается раз на сто боев, чтобы хотя бы два сокомандника оказались настолько адекватными, чтобы в конце боя помочь себе. Обычно на Паттоне я или тяну один, или просто с перевесом выкашиваю. В принципе, Заполярье очень хорошая карта для Паттона. Тут много кочек. Много холмиков. Много разной херни подобной. Есть в некоторых местах кусты. Два коопыта. Двадцать три попадания. Ну, из них, наверное, где-то пять. Это в гусли и фейлы. Воин. Воинах, конечно, стоило отдать арте. Это да. Но, что поделать. Фрагодрочер живет в каждом из нас. Ну, вот и все. Спасибо за внимание. До новых выпусков. С вами был Джофф. И передача «Уголок нагибатора». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.